Ну что же, я приветствую всех братья, многих интересующих поединок Александра Усика против Энтони Джошуа, да, чтобы более детально разобраться, там просмотрены инстаграмы с одним, со вторым, спарринги и все остальное, да. Что же реально, в принципе, нас может ожидать в данном противостоянии, да, ну что можно сказать по Александру? Он набрал массу, да, он не сухой, да, он наоборот подкачался и, возможно, он в каком-то плане делает акцент на том, чтобы даже за счет этой набранной массы, за счет этих упражнений добавить силы в свой удар и, возможно, даже в поздних раундах нокаутировать Энтони Джошуа. Это лично мое предположение, да, на что может рассчитывать Александр Усик, так как я думаю то, что, ну давайте будем говорить честны, по очкам, ну, Сане нужно забирать чуть ли не все раунды, чтобы как бы ему отдали победу в данном противостоянии, да. Энтони Джошуа стоит же просто работать в своем стиле, да, если бой дойдет до судейского все-таки-то решения, с большей долей вероятности, где-то 80 на 20, что победу отдадут Энтони Джошуа. И не важно то, что даже если там Джошуа проиграет большую часть раундов, мне кажется, все равно честного судейства здесь не будет, так как Энтони Джошуа чемпион, да, у него все пояса, его денежный поединок следующий ставится нам Фьюри и все остальное. Я думаю, мы это с вами все прекрасно понимаем. Так чего же следует ожидать до этого поединка? Под Джошуа, что можно сказать под Джошуа? Видно, как он подсушился, он очень сухой, да, такой быстрый, очень быстрая комбинация у Энтони Джошуа, да, вылетает сила удара, я думаю, ну, она немножко поубавилась за счет этой сушки, да, и он будет рассчитывать, мне все же кажется, на полную дистанцию с Александром, да, то есть в таком темпе, как бы, работать, 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 как бы, да, и забрать этот поединок с судейским решением все же, потому что он, ну, сам Энтони прекрасно понимает, если бой доходит до судейского решения, в более-менее каком-то конкурентном даже поединке всегда дадут Энтони Джошуу, и как бы это понятное дело. Мне кажется, Александру здесь все-таки-то стоит надеяться на нокаут, нокаут или технический нокаут в поздних раундах, начиная где-то с 8 по 12, ему нужно наращивать и наращивать темп. В поединке многие говорят с Дериком Чессорой, сам Александр оценил себя там на троечку, да, но мне кажется, к Энтони Джошуу он подойдет, ну, если не в лучшее, то в одной из лучших своих кондиций, да, все-таки он понимает, что стоит на кону, у него есть цели, вот то, чего он хочет достигнуть в супертяжелом весе и все остальное. Так что, мне кажется, это будет нереально классный поединок в 21 году, нереально классный. И несмотря на то, что коэффициент на Александра дают 3 с копейками, у него действительно есть неплохие шансы, ведь держак Александра, он очень классный, и то, что многие надеются, что Джошуа выйдет, снесет, я в это практически не верю, что Джошуа сможет победить именно Александра нокаутом или техническим нокаутом. А вот вероятность исхода, то, что Александр сможет победить нокаутом или тех нокаутом, она вероятна. Я не скажу, что вот это прям железобетон или еще что-то, но такая вероятность есть, потому что я думаю, что и сам Александр понимает, что против Энтони Джошуа нужно, скорее всего, заканчивать поединок так же, как он закончен с Тони Белли. Тем более то, что, ну давайте назовем, держак Энтони Джошуа, он неплохой, но он довольно средний, да, посредственный, несмотря на то, что он, ну, он талантлив. Он талантлив, у него очень быстрые руки, неплохие ноги, комбинации, да, он неплохо работает на ближней и средней дистанции, да, у него нет какого-то нокаутирующего удара с дальней дистанции, но Джошуа очень хорош по-своему, как бы и не зря он, наверное, является чемпионом, так сказать. Но в данном поединке, какие мои мысли, все-таки, как я и говорю, вперед, тотал больше здесь, как по мне, братья, прослеживается, да, в зависимости от того, какие будут коэффициенты, я думаю, 6,5 больше, это очень вероятная ставка на данный поединок, да, и попробовать такую ставку, то, что именно Энтони Джошуа не выиграет, да, срочно, нокаутом или тех нокаутом, там коэффициент, по-моему, дает двушку, да, вот, ну и, как я и говорю, вперед, чистая победа Александра, да, риски присутствуют, если все-таки-то Джошуа дотянет до судейских записок, да, я думаю, конечно же, скорее всего, дадут Энтони Джошуа, но мои мысли по данному поединку, по тому материалу, что я просматриваю, да, они остаются, в принципе-то, прежними, вот, ничего не меняется, так что вот, вот такие у меня мысли, братья, усику, все-таки-то нужно в поздних раундах искать нокаут, чтобы нокаутировать Энтони Джошуа, в то время как Энтони Джошуа хватит, я думаю, они грамотно выставляют со своим тренерским штабом то, что просто умно переиграть по очкам, вот, такое мое мнение, потому что Александр Усика, ну, у него очень хороший держак, что можно сказать, съел все панчи и грязные, и всякие дыры качесоры, да, не был потрясен в этом поединке, Мурата Гассиев выдержал все панчи, Гассиев тоже бьет как Мола, да, и выиграл, ну, и сам, собственно говоря, отправил в нокаут Тони Беллио, вот, так что вот такие все мои мысли, братья, выделитесь своими мыслями, я очень ожидаю этот поединок и хочу именно насладиться, я, наверное, буду брать две ставочки, это то, что тотал больше и то, что Александр Усик не проиграет досрочно за коэффициент 2, что ж, у меня на это все, братья, будем прощаться, до новых встреч, до новых прогнозов.